Всем привет! Сегодня мы расскажем вам интересные факты о человеческом мозге, самом удивительном органе в нашем теле. Мозг состоит из 100 миллиардов нервных клеток, которые называются нейронами. Это больше, чем звезд в галактике Млечный Путь. Мозг работает очень быстро. Он может передавать информацию со скоростью до 400 км в час. Человеческий мозг потребляет около 20% всего кислорода и питательных веществ, которые мы получаем от пищи. Получается, чтобы быть умными нужно правильно питаться, иначе мозгу не хватит сил на все. Левое полушарие мозг управляет правой стороной тела, а правое полушарие управляет левой стороной тела. Мозг может хранить огромное количество информации. Он может запомнить до 2,5 петабайт. Это много или мало? Давайте почитаем. Если представить это в фильмах, то это примерно 3 миллиона часов видео, но в книгах или музыке это вообще не сочетает, сколько мозг способен запомнить. Мозг вырабатывает электричество. Да, именно электрические импульсы позволяют нам думать, чувствовать и двигаться. Когда мы учимся чему-то новому, наши нейроны создают новые связи между собой. Это как строительство новых дорог, по которым информация может свободно передвигаться. Мозг любит разнообразие. Когда мы делаем разные вещи, например, занимаемся спортом, рисуем или слушаем музыку, наши нейроны становятся все сильнее и создают больше связей. Наш мозг растет и развивается в течение всей жизни. Он достигает своего максимального размера примерно к 20 годам, но продолжает учиться и меняться даже во взрослом возрасте. Почему лев считается царем зверей? На самом деле это происходит не во всех странах. В Китае царем зверей считается тигр. На лбу у тигра есть полоски, похожие на иероглиф царь или король. Интересно, что и лев, и тигр кошачьи. Так что, возможно, ваш домашний кот просто выполняет свою кошачью судьбу, как король дома. Снежные барсы уникальны не только своей красотой, но и способами общения. В отличие от львов, у которых могучий рык, снежные барсы рычать не умеют. У них короткая гортань и несовершенные голосовые связки, что делает рычание невозможным. Вместо этого они используют шипение и мурлыканье. Такая уникальная особенность делает их интересными представителями животного мира. Кошки сумеречные животные. Они наиболее активны в утренние и вечерние часы, когда освещенность средняя. Это связано с их охотничьими инстинктами и удобством для охоты в сумерках. Это время обычно позволяет им охотиться на добычу с большей эффективностью благодаря их отличному ночному зрению. Знаете ли вы, что в валанчик для бадминтона берут гусиные перья только с левого крыла? 16 штук! Пришла пора нашим корреспондентам отправиться на съемку сюжетов. Мы побываем на тренировке по бадминтону и до выступлений Дима Билана. Он приехал в Барнаул, чтобы провести вокальный конкурс для детей. Самый первый валанчик выглядел совершенно иначе, не так как сейчас. У него была косточка от вишни и втыкали в эту косточку перья. И вот таким валанчиком играли ребята. Здесь всегда сухо, тепло и безветренно. Идеальные условия, чтобы играть в бадминтон. Кажется, что это легко, ведь все мы держали в руках ракетки. Но бадминтон, как олимпийский вид спорта, куда сложнее дворовой игры. Здесь множество линий, зон и квадратов. А значит, смотрим вверх, но помним про ноги. Поэтому играем-то руками, но для начала тренируем ловкость ног. Тренировка напоминает конкурсы на смекалку, скорость и реакцию. Вот, например, желтые и синие фишки. Они расставлены по полю. Нужно добегать до них, но повторяться нельзя. Такое упражнение помогает почувствовать поле, его размеры, играть на всей территории, а не на одном месте. Тренировать резкий бег в разных направлениях. С самого начала валанчик не падал. Проходим змейкой. Необходимо научиться тому, чтобы валанчик был на ракетке как родной. Как ниточка с иголочкой, как вилка и огурчик. Научиться донести куда нужно и не потерять. На задней линии навсегда необходимо сделать удар с разворотом для того, чтобы придать валану скорости развернуться и пойти вперед побежать. Мы здесь делаем вот такой прыжок, рывок вперед. Здесь бьем так же, как мы до этого делали удар. Приставные шаги и здесь делаем удар. И потом идем в конец очереди. Все ясно? Упавший валанчик здесь никто не поднимает. На это просто нет времени. Каждая секунда важна. Ведь лишь после отработки десятков и сотен ударов можно будет приступать к игре по парам. Оказывается, что метить снаряд целенаправленно и ударять с нужной силой очень сложно. Однако это интересное занятие. И многие сегодня поняли, что хотели бы профессионально заниматься бадминтоном. Сложно развить точность, а играть очень интересно. Сложно была разминка, что странно. А так мне очень понравилось, я теперь хочу здесь заниматься. Я привел бы друзей и сыграл бы с ними в бадминтон. Развивается здоровье, координация, мышление вообще всестороннее, ловкость, моторика. Мне кажется, здесь развиваются вообще все группы мышц и мышление. Вообще все. И к тому же еще и улучшается зрение. У меня вся жизнь протекла в бадминтоне. С 7 лет, с 8 лет я начала заниматься. И до сих пор. Поэтому зрение, да. Зрение улучшилось, но мало того, что улучшилось зрение, так ты в целом наполняешься жизненной энергией. Это настолько такой вид спорта, в который ты один раз придешь, ты уже никогда с ним не расстанешься. Вот уже 5 лет проект «Мехутка» воплощает мечты особенных детей. И сегодня в Парнауле проходит финал конкурса, благодаря которому участники, дети с ограниченными возможностями здоровья получат шанс выиграть главный приз и отправиться в Москву, чтобы записать совместный трек с Димой Биланом. Каждому знакомо, как трудно вставать за снежным морозным утром, идти сквозь сугробы на учебу или в дождь на пробежку или в жару ехать в горячем трамвае на любимую гитару. Делать что-то каждый день сложно. Делать это через боль сложно вдвойне. Сегодняшние финалисты имеют серьезные проблемы со здоровьем. Им трудно ходить, видеть, общаться. Но они преодолели препятствия, которые сбивали с нужного пути и продолжают делать это каждый день. Несмотря на всю боль, они не падают духом, не теряют надежды. Они любят этот мир и людей и несут этот свет со сцены. И в зале отвечали юным артистам добром, создавая теплую атмосферу. Нужно сказать, что и зрители сегодня особенные. Это родители ребятишек с ограниченными возможностями здоровья, которые прошли трудный, совместный путь. Пережили много печали со своими детьми. Силой голоса, воли и духа всех сразила Велимира Шадрина. Именно ей единогласно присудили победу. Для меня это вообще все удивление. Я очень рада, удивлена, поражена. Но остальные финалисты не остались без подарков. Каждому исполнили мечту, которую дети произносили со сцены. Беспроводные наушники, первый полет на самолете, электронная пианино. Кто что просил. Чтобы поздравить финалистов, в зале стали появляться звездные гости. В их числе Данил Плужников, Эрик Ахметов, которые исполнили песню «Мама». А далее последовал сюрприз. ПЕСНЯ Сегодняшний день – праздник для всех собравшихся мам и их детей. Это торжество надежды, надежды на чудо, веры в добро и силу таланта, который может протянуть руку помощи и поддержки. Хочу вас обнять сердцем. Вы знаете, невероятная вы, невероятная энергия у вас, невероятно добрая энергетика. Я очень дорожу дружбой с вами. Спасибо огромное. Всегда бы рад быть вам, надеюсь, полезным. Спасибо. Алексей Козленко, Андрей Печоркин. Дети большого толка. Как вы думаете, будут ли мыши бегать в колесе, если встретят его на воле? Ответ – да. Исследователи поставили колеса в поле и насчитали более 200 тысяч животных, посетивших колеса. Мыши бегали в колесе просто так, для удовольствия. Врожденный инстинкт заставляет бобра строить плотины, когда он слышит звук клющейся воды. Даже бобры, выросшие в неволе или местах, где нет воды, все равно подчиняются этому инстинкту. Бобры – мастера подводного плавания. Они могут задерживать дыхание на 15 минут. А их прозрачные веки позволяют им видеть под водой. Они могут под водой пропасть больше километра за раз. Нырять бобер имеет на глубину на 4 метров. Интересный факт. Специально обученные крысы эффективнее собак находят взрывчатку из-за своего чуткого обоняния. Крысы настолько проворны, что не подрывают мины в случае их обнаружения. А их ловкость позволяет использовать этих животных в зонах стихийных бедствий. В морях и океанах обитает три вида животных, которые получили название зайцы из-за внешнего сходства с земными зайцами. Это морской заяц-рыба, морской заяц-мулюск и морской заяц-сюлень. Белые медведи, обитая в арктических условиях, превращают собственный жир в воду, чтобы утолить жажду, так как доступ к пресной воде ограничен. Это уникальное адаптивное поведение позволяет им выживать в суровых условиях Арктики. У всех слонов есть молочные бивни, которые появляются в возрасте 6 месяцев и растут в 2-3 года. Они меньше и тоньше коренных, имеют гладкую поверхность. Молочные бивни выпадают в 2-3 года, заменяясь коренными, которые могут достигать длины 3 метров и весить до 100 килограммов. Слоны обладают отличным музыкальным слухом и памятью. Они способны различать музыкальные тона и ритмы, а также запоминать мелодии. В одном исследовании было показано, что слоны могут запоминать мелодии из трех нот, а в другом исследовании, что они могут различать музыкальные жанры, такие как классическая музыка, поп-музыка и рок-музыка. В 2020 году у африканских слонов произошел всплеск рождаемости. Это событие он называет «подарком ковида», поскольку оно связано с сокращением антропогеново, то есть человеческого воздействия на популяцию слонов во время пандемии. Африканские слоны спят всего около двух часов в сутки. Это самое короткое время сна среди всех млекопитающих. На природе слоны спят стоя, чтобы в случае чего всегда быть в курсе опасности. Слоны, содержавшиеся в неволе, спят больше. Это связано с тем, что там они не испытывают тех же опасностей, что и в дикой природе. Слоны переплетают свои хоботы в знак большой любви, привязанности и поддержки. Это жест, который слоны используют для общения друг с другом. Слоны переплетают свои хоботы по-разному. Они могут обнимать друг друга, соединять хоботы кончиками или переплетать их вокруг друг друга. Этот жест может длиться от нескольких секунд до нескольких минут. Мы желаем вам отличного настроения и такой же учебы, успехов и рецептов к ним. Занимайтесь спортом, учитесь рисовать и готовить вкусняшки. Угощайте близких, дарите им радость. А еще мы желаем всем быть счастливыми, хорошей погоды и только хороших новостей. Пока-пока, увидимся через неделю.